Несколько советов. Записывайте текст вопроса. Желательно, чтобы это делали не один человек, а два. И обязательно отдельный человек, который будет записывать сам вопрос. Большая часть команд-участниц третьего чемпионата района до этого момента видела игры клуба «Что, где, когда?» только по телевизору. Без практического опыта отвечать на коварные вопросы сложно, говорят организаторы, и дело тут вовсе не в уровне интеллекта. Сложность заключается в том, чтобы найти подсказки в самом тексте вопроса. Еще не все умеют находить ключевые слова, и поэтому они не смогут ответить правильно на поставленный мной вопрос. В самом начале игры прозвучали далеко не самые легкие вопросы. Это одновременно и напугало игроков, и подогрело их интерес к игре. Сложновато, но пытаемся. Вопросы, ну с подвохом, конечно. Конечно. Хотелось бы, чтобы попроще были? Да нет, не хотелось, наоборот. Мозги свои развиваем. Ну, приходится много думать, чтобы какие-то ответы хотя бы правильно выдавать, ну или что-то похожее на них. Интеллектуальная борьба за главный приз «Саву» была нешуточной. 30 вопросов, одна минута на размышления. За это время команда должна прийти к общему, единственно правильному мнению. Известно, что Японию называют страной восходящего солнца. Внимание, вопрос. А какое государство называют страной утренней свежести? Время. Осталось 10 секунд. Говорите. Команда номер 5. Корея. Корея. Автор половины вопросов Антон Долгоф, ведущий чемпионата. Вторая половина из базы игры «Что, где, когда». Задания выбирались щепетильно, в первую очередь для того, чтобы помочь игрокам. Чтобы команда, даже не обладая каким-либо потенциальным знанием, смогла ответить на этот вопрос. Логически, логически додумать, догадаться. Может быть, где-то в импровизационном плане ответить, но все равно постараться и суметь. Победитель в игре «Что, где, когда» определяется просто. Кто правильно ответит на большее количество вопросов, тот и станет обладателем главного приза. Впрочем, руководство Одинцовского филиала Мюи учредило специальный приз к книге по законодательству эпохи Екатерины II. Изучать законы решили члены жюри «Будет команда «Позитив» из Иркутиса. А обладателями «Савы» стали игроки команды «Домино» из Международного юридического института.